Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. Спасибо, что заглянули. Я начинаю новый влог. Как только зашла, села в свою машину, я обнаружила, что одно стекло пассажирское у меня очень сильно грязное, даже до такой степени, что я даже не вижу зеркало. Вышла его чистить влажными салфетками. Хорошо, что тут сосед мне дал тряпочку. Надо в машине, кстати, оставить какую-то тряпку в таких экстренных случаях. Просто достаешь ее и вытираешь там, где надо. Но, понятное дело, сама мыть своей машины я не собираюсь, но бывают такие экстренные ситуации. Например, сейчас я не могла никуда поехать, потому что одно стекло просто заляпано. Конечно, в идеале хочется места в гараже. Я сегодня, наверное, опять позвоню коменданту, посмотрим, что он скажет. Возможно, местечко освободилось. Было бы безумно удобно приезжать, когда тебе удобно, выезжать, когда тебе удобно. И вот таких форс-мажорных ситуаций тоже бы не было. Сейчас я еду в зал, а затем хочу пойти в супермаркет, купить большую курицу-гриль какую-то аппетитную, вкусную. И хочу намутить классный мукбанк. Мне очень приятно, что вы замечаете, что я безумно стараюсь. Действительно, мне очень хочется сделать классный стол, но, к сожалению, не всегда получается. Иногда бывает, например, ты прям стараешься, вкладываешь деньги, силы, а в конце получается как-то не очень аппетитно все смотрится со стороны. Также у меня было на 300 тысяч. Я реально очень старалась, потратила деньги. Вроде бы классный стол. Но сейчас, когда я пересматриваю это видео, я все-таки понимаю, что что-то не то. Не то в том плане, что смотрится как-то не очень по-праздничному, не так аппетитно. И я все-таки, наверное, согласна с вами. А когда вы писали эти комментарии, мне почему-то казалось, что люди просто придираются ко мне. Поэтому я обещаю, что будет все супер аппетитно, но в любом случае я буду стараться. На удивление, сегодня в зале было очень много людей, поэтому я ничего поснимать не смогла. Вы наверняка спросите, как же это взаимосвязано с твоей съемкой и большим количеством девушек в зале. Не специально, когда я снимаю свои тренировки и чисто себя, на заднем плане может оказаться какая-то другая девушка, которая не хотела бы наверняка, чтобы кадры с ее участием в раскорячку на каком-то тренажере попали бы в YouTube. Я всегда стараюсь уважать и учитывать личное пространство людей, окружающих меня. И мое желание, мой комфорт не должен служить дискомфортом для других людей. Поэтому я стараюсь либо предупреждать людей, что они попадают ко мне в кадр, либо избегать их участия. Обычно я тренируюсь около часа, иногда чуть больше и смотрю какие-то передачи параллельно. Я уже приехала. Мама говорит, это платье что-то не так классно сидит на тебе, как в прошлом году. Просто в прошлом году я носила его с ремешком и очень классно подчеркивала талию. А сейчас я просто его надела без ремешка. Мне кажется, так тоже неплохо. Так, я вам хотела показать, что же я купила. Я купила вот такой адвент календарь в феврале. Просто на него была скидка, он стоил всего 8 ад, хотя изначально стоил, по-моему, около 20. Я решила снять видео с ним. Лучше поздно, чем никогда. У других блогеров я подобное не видела. Поэтому будем сначала распаковывать все ячейки, а затем в конце, если много чего будет, сяду снимать для вас мукбанг с этими вкусняшками. Будем тестировать. А то, возможно, на прилавках много кто их видит. Думает, стоит брать, не стоит, что там внутри. Не знаю, как вы, я просто обожаю киндер молочный ломтик. Именно вот такой. И его почему-то сложно где-то найти. Я специально взяла вот 7 штук. Ну, 7, да, здесь. Можно даже мукбанг какой-то замутить, потому что я их просто обожаю. Это самая любимая сладость. После спорта самое то, обжираться всякими сладостями. Взяла Рафаэлки. Я очень люблю Рафаэлы, тем более на них были скидки. Я поэтому взяла сразу две упаковки. Затем взяла курочку гриль. Многие меня ругаются, то, что я беру прям самую черную, но она вкуснее всего, поверьте мне. Мой любимый консервированный чеснок. Обожаю его. Сейчас, наверное, сяду мукбанг снимать, я уже сильно проголодалась. Шоколадка от Nestlé. Взяла темный шоколад, типа он более полезный. Круассанчики от Seven Days. Это большая упаковка. И взяла перчики. Вообще, со временем взгляда на жизнь, вкусы, все меняется. Я вообще в детстве и когда была подростком, ненавидела болгарский перец. Не понимала, как люди его кушают. А сейчас просто обожаю. Уже сколько дней подряд я не рисую. Для создания одной коллекции мне нужно хотя бы, не знаю, 10 часов моего времени. Так как в последнее время я очень много снимаю мукбанга, влога, вообще на этот канал времени не остается. И подписчики отсюда немножко обижаются. Поэтому сейчас хотя бы вечерком немножко посижу, порисую. В общем, у меня есть такой пакетик из коллекции зажигалки. Его я решила не выбрасывать. Хочу из него сделать наклейку и приклеить на каталог или куда-нибудь. Мне так жалко выбрасывать. Настолько красиво получилось. Мне безумно нравится. В общем, сейчас сяду делать новую коллекцию. И вот что у меня получилось. Это вот такие необычные рюкзаки. Я именно хочу необычные классные рюкзаки. Вот такой рюкзак. И вот такой. Но это еще не доделанный. Прикольный, да? Я его нашла на Пинтерест. Правда, это не картинка была. Твиксик сразу. Загораживает мне свет. Так, в общем, вот такой вот. И, кстати, здесь, я не знаю, вам видно или нет. Здесь вот эти вот наклейки я приклеила. Как пуговицы получилось очень красиво. Вот эти вот наклеечки я приклеила. Недавно покупала. Вам в шот все это дело показывал. Безумно классно переливается. Посмотрите, как красиво. Даже не фокусируется. Надеюсь, что и на распаковках это будет видно. Вот эта вся красота. Правда, клеится не очень. Надо бы какой супер момент купить, чтобы хорошо клеилось. Я как сорока люблю все блестящее. Поэтому я вам, в принципе, показывала на бумажном канале. Но здесь тоже покажу. Вдруг вы не видели это видео. Купила еще вот такие вот блестки. Глиттеры смешанные с клеем. Правда, этот клей нифига ничего не клеит. Это чисто такие блестки. Но я ими, наверное, буду оформлять страницы каталога. В общем, сегодня, наверное, до вечера буду рисовать. Посмотрим, насколько меня хватит. Но надо составить коллекцию. Пока что готовы только два пакетика. А их должно быть минимум шесть. А лучше вообще восемь. Еще вот такую красоту нарисовала. Осталось разукрасить. Это всего три. Кстати, пакетики будут наклейки. Я в инстаграме советовалась с вами, где же все-таки стоит опубликовывать видео с распаковкой этого адвент-календаря. Сначала я хотела публиковать шосс, но потом подумала, что в одну минуту я точно не уложусь. А если это будет три ролика шосс, вам будет неудобно постоянно заходить, искать продолжение. Поэтому я сильно голову ломать не стала и решила этот кусочек видео вставить в конец влога. Как раз оценим стоимость этого адвент-календаря и содержимое. Стоит ли его покупать или нет по супер-скидочной цене. В процессе монтажа я обнаружила, какой классный АСМР получился. Поэтому ни слова больше приятного просмотра. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил DimaTorzok И вот столько конфет получилось На мой взгляд очень даже много Конфеты все без исключения были безумно вкусными А в формате адвент календаря Это все распаковывать Особенно для детей очень интересно Поэтому я могу смело советовать На сегодня все пока